Привет, ребята, я Шми, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Саудовской Аравии. На самом деле, сейчас мы переместимся в другую часть нашей планеты, а именно в Лос-Анджелес, где нас встретит Шмарк-150, который сейчас находится на презентации новой Тесла Кибертрак. И да, Тесла создали электрический космический корабль, а именно пикап, который выглядит словно из будущего. Он отличается от того, что мы бы ожидали увидеть на этой презентации. Давайте же переместимся туда и посмотрим на него, сделаем первый заезд на Кибертраке и взглянем, что же он из себя представляет. Спасибо за небольшое вступление и добро пожаловать в центр Тесла в Лос-Анджелесе, где мы посмотрим на абсолютно новый Тесла Кибертрак. Это самая уникальная машина, которую я когда-либо видел в своей жизни. И проработав журналистом очень много лет, я ни разу не видел, чтобы кто-то выпускал что-то подобное. Очень уникально. Дизайн взят будто бы из фантастического фильма. Ну или он придуман НАСА, чтобы полететь на Марс. Эти острые линии, отсутствие боковых зеркал, дворников, делает эту машину очень уникальной. Машина перед нами это глиняная, окрашенная модель этой самой Тесла. И это не настоящая машина. Настоящая машина сейчас катается неподалеку. Дарит кому-то этот бесценный опыт. Поговорим о некоторых деталях этой новой Тесла Кибертрак. Во-первых, кузов сделан из абсолютно прочного материала для защиты пассажиров. Они отметили это во время презентации. Кузов у него сделан из ультрапрочной холоднокатанной стали 30. И она используется для формирования кузова этой машины. Здесь используется бронированное стекло Тесла. Во время своей презентации они показали, насколько же она прочная. И было очень интересно посмотреть на то, насколько же она прочнее того стекла, что используется в обычных машинах, на которых ездите и вы. Следующее, о чём мы поговорим, это масса полезной нагрузки. Она составляет чуть больше полторы тонны. А максимальная буксируемая масса составляет более чем 6 тонн. Более того, здесь установлена активная подвеска, которую мы можем видеть уже отсюда под арками. Активная пневмоподвеска позволяет вам приподнимать машину, когда вы едете по бездорожью. Или же опускать машину, когда вы едете по трассе, для дополнительной эффективности. Что же ещё сказать? Её мощность и пневмоподвеска позволяют вам использовать, можно сказать, её дополнительные функции. Например, когда вы используете её в определённых условиях. Клиренс составляет 400 мм. Угол въезда 35 градусов, угол съезда 28 градусов. По поводу интерьера, сейчас я не могу показать его вам. Но внутри здесь 6 сидений, 2 ряда по 3 сидения. И центральная консоль диагональю 17 дюймов. Она похожа на ту, что стоит на модели 3. Сзади есть большой отсек, который можно легко открыть. Эта панель отъезжает вниз, а верхняя в сторону крыши. И когда панель выезжает, то можно сделать заезд в машину. Ну а сюда можно разместить их новый электрический квадроцикл. Да, они также выпустили новый электроквадроцикл, который припаркован прямо здесь. Во время шоу он заехал прямо внутрь кибертрака. Это правда круто! Ну что, как вам эта машина? Понравилась? Какое же будущее ожидает эту машину? Если Тесла выпустит такой трак, который будет выглядеть точно так же, то его точно заметят на дороге. У него будут различные формы и цвет. Я не совсем уверен, будут ли они создавать другие варианты кузова. Но почему бы и нет? Почему бы нам не посмотреть на другие подобные варианты кибертрака? Я хочу показать вам машину чуть побольше. Прототип сейчас ездит на улице, дарит радость людям. И я тоже покажу вам движение этой машины по улицам Лос-Анджелеса и ее ускорение. Перед тем, как Шмарк прыгнет в машину... Кстати, он является бизнес-менеджером бренда Шми 150. И сейчас он в Лос-Анджелесе, а я в Саудовской Аравии. У нас 11 часов разница во времени, и я уже понял, что она сумасшедшая. Дизайн просто космический, почти в форме пирамиды. Крыша этой машины напоминает кровлю какого-то дома. И больше всего интересно, сколько же она стоит? Базовая модель оценивается в 2,5 миллиона рублей. Самая дорогая трехмоторная модель стоит 4,5 миллиона рублей. Но такой кибертрак едет до сотни быстрее, чем за 3 секунды. И при этом он сможет проехать расстояние до 800 километров. Давайте посмотрим на него, прыгнем в машину и наконец-то прокатимся. Вот он и подъезжает, Тесла кибертрак. Очень интересная комбинация фар спереди. Он привез людей обратно в Тесла-центр. Как же это круто! Перед нами настоящая Тесла-кибертрак. Можно рассмотреть детали. Мы уже видим ручки в дверях. Задние фонари. А также подсветку в заднем отсеке. Вот он подъехал и к нам. Полная тишина. Наконец-то сейчас мы прокатимся на Тесла-кибертрак с нашим водителем. Привет, добро пожаловать. Спасибо. Сзади у нас пассажиры. Продолжение следует... Продолжение следует...